Вместитель директора городского благотворительного фонда фонда Тольятти, директор АНО Центра консультационной, методической и информационной поддержки «Деловая Волга» Светлана Чапарина. Света, прошу вас. Спасибо, Наташа, за такое вступление, представление. Приятно на самом деле. И действительно, я уже достаточно давно в этой сфере и в сфере грантовых конкурсов, более 20 лет. С самого начала фонда Тольятти. И на самом деле не только в небольших конкурсах, в региональных, но и мы являемся операторами федеральных конкурсов, поэтому знаем и ту, и другую сторону. И вот когда Ирина говорила и сегодня и показывала конкурсный цикл, то пунктом 4 в этой схеме конкурсного цикла стоит объявление состава победителей. Ну, кажется, что такого, да? Ну вот объявили состав победителей, вывесили на сайте список и всё. Но на самом деле не так всё просто, и мы с вами сейчас об этом поговорим. И я хотела попросить запустить слайды. Можно даже сразу со второго слайда, второй слайд показать. И здесь мы видим то, о чём мы сегодня с вами поговорим. Как раз из каких элементов состоит работа после определения победителей. Ну, вы все прочитали, да? Конечно, это распространение информации о результатах конкурса. То есть в данном случае мы не просто вывешиваем список победителей, а мы говорим, какое количество заявок поступило на конкурс, какое количество победило, и уже вывешиваем список победителей. Подготовка и проведение семинара для победителей. Ну, опять же, это зависит от организации, которая проводит конкурс. Если это, допустим, фонд президентских грантов, и где победителей несколько тысяч, то достаточно сложно проводить семинар для победителей. А если это небольшой фонд, городской или региональный, и если победителей, ну, 50 человек, допустим, то многие фонды проводят такие семинары, и мы дальше поговорим, почему их нужно проводить. Консультирование победителей и заключение договоров. Даже после проведения семинаров в процессе заключения договоров все равно приходится консультировать победителей. Об этом тоже поговорим. Подготовка и проведение семинара для тех, кто не получил поддержки. Нужно или не нужно проводить такие семинары, и вообще каким образом выстраивается коммуникация с теми, кто участвовал в конкурсе, но не получил поддержку. Об этом тоже мы с вами поговорим, и мне бы хотелось не только высказать свое мнение, но, может быть, услышать какие-то вопросы или мнение ваше или коллег-экспертов. Следующий слайд, пожалуйста. Распространение информации о результатах конкурса. Когда мы говорим об этом этапе, я прошу вас вспомнить выступление Елены Темичевой 23 числа, которое проходило. Она говорила достаточно много о коммуникации и о информировании в процессе подготовки конкурса, в процессе объявления конкурса. Здесь у нас пересекаются какие-то моменты, и мы должны в первую очередь, конечно, помнить о нашей целевой аудитории и какие источники распространения информации характерны для нее. То есть если мы говорим о конкурсе молодежном, то понятно, что печатать результаты и объявления в газете, но это не очень релевантно по отношению к этой аудитории. И наоборот, если мы говорим о пенсионерах, и писать объявления в соцсети ВКонтакте и вывешивать там списки, тоже как-то не совсем. Поэтому в любом случае у вас должен быть основной, какой-то главный источник информации, где вы размещаете всю информацию о конкурсе, начиная с его объявления и заканчивая вывешиванием списков победителей, либо это сайт организации, либо это какая-то группа в соцсетях. Ну, опять же, все зависит от конкретной организации, от конкретного конкурса. До того, как, как уже было сказано, что я 20 лет работаю вот с конкурсами, с грантовыми конкурсами, до того, как появились социальные сети, в основном победителям присылались письма, когда появилась электронная почта по электронной почте, письма, уведомляющие о том, что они стали победителями конкурса. И, конечно же, производится обзвон победителей, ну, потому что кто-то мог не прочитать письмо, до кого-то оно могло не дойти, кто-то мог не увидеть вывешенные результаты. Обзвон победителей, чтобы, ну, во-первых, объявить эту радостную новость, и далее пригласить на семинар, который многие организации, небольшие, так скажем, организации, которые проводят не федерального уровня конкурса, да даже и федерального, проводят семинары для победителей конкурса. Более того, некоторые проводят семинары даже для полуфиналистов, а потом уже для победителей. Ну, понятно, что семинары для полуфиналистов, они нацелены на то, чтобы подготовить к следующему этапу, к выходу в финал. Ну а вот для чего нужны семинары для победителей, мы с вами сейчас узнаем. Следующий слайд, пожалуйста. Первое, конечно, для чего такие семинары нам нужны, это подготовить наших победителей к заключению договоров. Да, потому что в любом случае нужно объяснить, что их ждет дальше, увидеть живьем, как говорится, тех, с кем нам предстоит иметь дело в рамках вот этого конкурса, кому мы выделяем средства и какие конкретно люди будут стоять за теми заявками, которые мы видели. Проконсультировать и ответить на вопросы по получению средств, по реализации проекта, по управлению проектом, по написанию отчета. Это как раз очень удобный момент, когда все победители собраны вместе, и мы можем им дать консультацию, ответить на все их вопросы, а вопросов всегда бывает очень много. Когда поступят средства, каким образом, какие-то организации причисляют средства в несколько траншей, ну, как правило, в два транша, какие-то целиком полную сумму. Вот все эти нюансы, все эти моменты очень удобно рассказать и объяснить во время семинара. Во время семинара можно также получить обратную связь от информационной кампании, которая проводилась. То есть мы вот эту обратную связь постоянно снимаем, мы постоянно должны понимать, кто, что, через какие каналы информации слышит о нас, видит. И то, о чем говорила тоже 23-го числа Елена Темичева, вот необходимо наших победителей зарядить как информационных носителей. То есть не только наша организация должна рассказывать о себе, о том, какие конкурсы мы проводим, как в них участвовать, но очень здорово, когда об этом рассказывают и говорят наши победители, что они испытали, как они пришли к победе. И будьте уверены, что стопроцентно большинство победителей не будут об этом молчать, а они обязательно на своих информационных носителях обязательно расскажут, что они стали победителями такого-то конкурса, что они будут реализовывать такой-то проект и так далее. И вот как правильно это преподнести им, это тоже, в принципе, можно проговорить на таком семинаре. Следующий слайд. Как же готовиться и как проводятся такие семинары? Ну, в принципе, как и любой другой семинар, в первую очередь нужно определить конкретно место проведения. И вот, знаете, всё состоит из мелочей. И вот здесь мелочей на самом деле тоже не бывает. Участники семинара должны чувствовать себя комфортно, чтобы им удобно было видеть экран, если он есть, чтобы им удобно было слышать спикеров. И опять же, зависит от того, какое количество у вас участников семинара. Там 10, 20, 50 или 70, да, как вот на данной фотографии, это семинар, но это, правда, для полуфиналистов фонда Тимченко. У нас впервые было 70 участников семинара для полуфиналистов. И это было очень непросто, я вам скажу, потому что всё-таки, вот на мой взгляд, такая оптимальная самая цифра, ну, это 30 для очного семинара. И здесь требуется как бы дополнительная работа, чтобы организовать комфортные условия. Понятно, что на любом семинаре проводится там работа в группах, да, какой-то этап знакомства, и вот на какое количество аудитории всё это рассчитывать, это тоже вот те самые мелочи, из которых потом у участников же складывается впечатление об этом семинаре. Время проведения, продолжительность семинара, тоже это всё заранее продумывается, обговаривается. И когда вы уже обзваниваете там или пишете письма своим победителям, понятно, что там должно присутствовать и место, и время, и программы семинара, которые заранее готовятся, ведущие семинары, которых вы приглашаете. Но если это семинар для ваших победителей, то вы в первую очередь должны, конечно же, гранд-менеджер, в идеале желательно, чтобы был бухгалтер, если вы будете в процессе семинара рассказывать, а вы должны будете рассказать о том, как управлять проектом, как отчитываться и так далее, хорошо, если есть юрист в организации, и юрист тоже поясняет какие-то неясные моменты, которые могут возникнуть у заявителей, у победителей уже при заключении договоров, потому что очень много юридических моментов вступает в силу после того, как вы вступаете в договорные отношения. Раздаточные материалы обязательно готовятся к такому семинару, и это форма договора, которую участники получают в самом начале и могут просмотреть и задать вопросы, и потом забрать с собой, форма отчета, которую вы тоже проговариваете, и список документов, которые они должны будут подать вместе с договором. То есть вот это обязательные раздаточные материалы, которые должны быть на таком семинаре для победителей. Кроме этого вы можете дать какие-то образовательные вещи, потому что по нашему опыту, особенно в небольших городах, очень многие участники конкурсов не обладают в полной мере знаниями в области социокультурного проектирования и проектной деятельности. И поэтому они услышали о конкурсе, увидели заявку, заполнили, написали, как же на самом деле строится проект, из чего он состоит, как он реализуется, чем проект вообще отличается от текущей деятельности, многие из них не знают. И поэтому вот проведение такого семинара для победителей – это еще один очень удобный момент провести такую образовательную кампанию на своей территории, на территории ваших победителей, следующих потенциальных грантополучателей. И вот кто-то из участников сегодня в комментариях тоже писал, что участие в конкурсе с образовательной точки зрения – это тоже очень хороший момент, чтобы получить новые знания и новый опыт именно в проектной деятельности. Ну и, конечно, не забыть сделать, сейчас это просто и легко, сделать видеозапись такого семинара и потом выложить, опять же, либо у себя на сайте, либо вот в том самом основном источнике информации для тех, кто по каким-то причинам не смог принять участие в семинаре, чтобы они могли тоже ознакомиться со всей этой информацией. Следующий слайд, пожалуйста. Консультирование победителей. Как я уже говорила, кроме того, что вы проведете семинар, вам постоянно все равно в процессе подготовки документов, заключения договоров, даже после того, как вы заключите договора, после того, как вы уже перечислите средства, вам все равно придется постоянно находиться в коммуникации с вашими победителями и консультировать их. Можете сами, опять же, для себя решить и определиться. И можно на семинаре сказать, можно где-то в каких-то информационных письмах указать, как вам удобно, чтобы какая форма консультирования это была. Очная, по телефону, в социальных сетях, по электронной почте. Можете конкретно обозначить человека, который будет давать консультацию, потому что кто? Этот человек должен владеть полной информацией о конкурсе. Он должен суметь ответить на вопросы, на максимум вопросов. Либо там смочь проконсультироваться у бухгалтера или у юриста, чтобы ответить на какие-то сложные вопросы. То есть этот вопрос тоже нужно предусмотреть, кто будет консультировать и кто будет работать с победителями. Следующий слайд. Заключение договоров. Победители определены. Что необходимо сделать после того, как мы определили победителей? Заполнить договор, согласовать этот договор, потому что я отдельно выделяю согласовать, потому что очень часто нам присылают договора либо неправильно указанная дата, либо неправильно указанное наименование какие-то, либо неправильно указаны реквизиты организации. Поэтому прежде чем присылать уже в таком впечатном виде договор, мы работаем с печатными документами. Многие организации, крупные в основном, федеральные, работают с электронными договорами, но мы работаем с документами впечатленными. Нужно сначала согласовать все в электронном виде. Подписать, обменяться, получить комплект документов. Этот процесс небыстрый. И вот Ирина уже говорила в своем выступлении, что не всегда присылают там полные документы. Какие-то документы неверные. Очень часто бывают проблемы с получением справки из-за налоговой об отсутствии задолженности по налогам и сборам. И здесь уже в процессе семинара важно по каждому пункту документа объяснить, почему эти документы нам нужны. Потому что если у вас даже там тысяча рублей будет задолженность по налогам и сборам, грантовые, целевые, благотворительные средства, когда к вам приходят на расчетный счет, то с них снимается в первую очередь погашение налогов. А это идет нецелевое использование средств. То есть бухгалтер или юрист должны обязательно объяснить, почему нам нужны эти документы, и почему нам нужен полный комплект документов. Ну и после того, как мы получили все договора, комплект документов, мы перечисляем средства в один или в два транша. Ну и далее у нас работа с победителями продолжается. Это мониторинг и отчет. Но это уже следующие спикеры расскажут. Мы идем дальше по договорам. Следующий слайд, пожалуйста. Подробно договор мы с вами рассматривать не будем, потому что, если нужно, то в документах, в приложениях мы можем несколько вариантов договоров вам прислать, приложить. Но я думаю, что все участники этого семинара уже сами являлись грантополучателями и уже сами неоднократно заключали такие целевые благотворительные договора, они составляются под конкретный конкурс, они достаточно типовые, эти договора, то есть предмет договора, права, обязанности грантодателя, благополучателя, порядок перечисления и расходования пожертвования, отчетность, ну и так далее. То есть для того, чтобы составить такой договор, в принципе, можно поработать с юристом, но я думаю, можно взять любой договор и на основании его под конкретный ваш конкурс, под конкретную организацию его сделать. Мне бы здесь хотелось обратить ваше внимание на один момент, что некоторые договора включают в прочих условиях формулировку для наших победителей о том, как должна размещаться информация в СМИ, в общественном пространстве о проекте, о грантодающей организации. Это могут быть разные варианты, это может быть необязательно, а в договоре может прописываться, что мы можем предоставить вам логотип нашей организации для размещения информации в СМИ, для размещения на публикациях, на публичных носителях, которые в рамках проекта будут изготавливаться, особенно если это на деньги гранта. Формулировки могут быть разные, но вот один из примеров. Проект реализуется при поддержке названия вашей организации, которая заключает договор в рамках благотворительной программы, если это отдельная программа наряду с многими, которые есть у вас в организации, на средства, предоставленные, если вы являетесь операторами или если у вас есть конкретные доноры, которые хотят прозвучать в том, что они предоставили средства. И не забываем, конечно же, присылать логотипы. Еще вот в этом пункте обычно пишется о том, что все публичные материалы, выходящие в рамках проекта с информацией о грантодающей организации, нужно обязательно согласовывать с грантодающей организацией. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме самого договора, мы обязательно на семинаре про гавариумы обязательно должны получить два приложения к договору. Первое приложение к договору – это сам проект, сама заявка и бюджет проекта. Они могут отличаться от того, что нам было подано на конкурс, но, конечно, не кардинально. Отличаться они могут какими-то датами в календарном плане. Отличаться они могут какими-то изменениями в суммах, в статьях расходов в бюджете. Почему такое происходит? Потому что с момента написания заявки и с момента заключения договора, как правило, проходит пара-тройка месяцев. И за эти три месяца в нашей жизни многое, что может измениться. Жизнь меняется довольно-таки быстро. И поэтому нужно именно при подписании договора, вот это приложение номер один к договору, нужно еще раз внимательно пересмотреть заявку. Однозначно не могут меняться ни цели, ни задачи проекта, ни какие-то такие конкретные мероприятия, которые направлены на решение этих задач. Потому что именно это было утверждено экспертным советом. И какие-то мелочи, детали, о которых я уже сказала, поменялся у нас, допустим, член команды по объективным причинам. Кто-то уволился за это время из организации, переехал в другой город и так далее. Мы можем заменить. Но это все нужно зафиксировать в документе, потому что договор и приложение к договору это документы, это юридические документы. И вот эти последние поправки вносятся, и это уже окончательный вариант приложения номер один к договору. Вот уже по этому документу, не по той форме заявки, которая подавалась на конкурс, а та, которая является приложением к договору, мы уже работаем дальше, и по нему мы уже потом отчитываемся. Приложение номер два к договору это, как правило, форма отчета содержательного и финансового, которая согласовывается. Пустая форма, но она согласовывается обеими сторонами. То есть мы должны понимать, что вы согласны с тем, грантополучателе, победителе, что вы будете отчитываться вот по этой форме и по финансовой, и по содержательной, что вам здесь все понятно. Эта форма договора пустая, в конце пишется, согласована обеими сторонами, она подписывается и грантодающей организации, и организацией победителей. Следующий, пожалуйста, слайд. Таким образом, что же победители должны предоставить грантодателю? Ну, я думаю, что вы это знаете, но тем не менее, я вот перечисляю два экземпляра договора, копия устава организации, копия свидетельства о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом, документ, подтверждающий полномочия руководителя, справка о банковских реквизитах. Следующий слайд, это еще не весь, не полный. Справка из налоговой, причем здесь прошу обратить внимание, что нам очень часто приходят какие-то, ну, не те, так скажем, справки из налоговой, а вот вы должны четко указать, что код по КНД вот с таким номером, где четко написано, что не имеет задолженность по налогам и сборам, потому что присылают какие угодно справки на нескольких листах, но нигде не написано вот конкретно, что организация не имеет задолженности. Обратить внимание победителей вот на правильность справки. Письмо-доверенность, письмо-доверенность от руководителя организации в том случае, если руководитель проекта не является руководителем организации, да, это, ну, в некоторых конкурсах это может быть либо сотрудник организации, либо вообще человек со стороны, но который с этой организацией делает вот этот проект, и он отвечает за этот проект, и тогда должно быть письмо-доверенность от руководителя организации. Ну и дальше образцы заполнения платежного поручения или копия платежного поручения. У нас требует эта бухгалтерия, потому что, опять же, к моменту перевода средств получения первого транша могут поменяться какие-то или бики, или КПП, или еще какие-то цифры в реквизитах организации. Здесь еще важно отметить, что во время семинара обязательно нужно предупредить победителей, что если в процессе реализации проекта меняется, а такое бывает очень часто, у нас практически в каждом конкурсе бывает, меняется, либо руководитель организации, либо руководитель проекта, либо название организации, либо какие-то банковские реквизиты, то нас, грантодателя, нужно обязательно в письменном виде официально ставить об этом в известность. Особенно если там перечисляются средства в два транша. Вот первый транш реализовали, мы готовы, отчитались, все прекрасно, мы готовы перечислить второй транш, перечисляем деньги, а деньги возвращаются. Оказывается, реквизиты организации сменились, а мы об этом ничего не знаем. Вот это, об этом нужно тоже предупреждать. Следующий слайд. На семинаре, как я уже говорила, очень важно поговорить о бюджете, потому что это такая возможность участникам услышать о том, как правильно готовить отчет, потому что потом вы с ними вряд ли будете проводить отдельный семинар по подготовке отчета. Это первое. Второе, они реализуют проект, и они в течение всего периода времени расходуют средства и собирают документы. и потом выяснится, что к моменту подготовки отчета какие-то документы они не собрали или какие-то они неправильно оформили. Поэтому заранее на семинаре для победителей по управлению проектом нужно обязательно проговорить о том, как готовится финансовый отчет, какие финансовые документы по каким статьям нужно прикладывать. И здесь тоже практически всегда бывают какие-то замечания. У нас очень редко бывает, когда отчеты принимаются, финансовые отчеты принимаются с первого раза. Всегда бывает, что какого-то документа не хватает, какой-то документ неправильно оформлен. Особенно следует учитывать то, что многие организации впервые участвуют в конкурсе, для кого-то это первый опыт. не у всех есть бухгалтера в организациях, где-то руководитель организации исполняет обязанности бухгалтера. То есть все мы люди и у каждого есть право на ошибку. И наша задача максимально минимизировать вот эту возможность ошибок, детально все разъяснив. Поэтому я говорю, что хорошо бы, если бы бухгалтер принимал участие в этом семинаре, и все вот это вот по полочкам бы рассказал. Какие документы по каким видам расходов необходимо предоставлять. Это я просто перечислила виды расходов. Да, перечень документов здесь не перечислен. Если нужно, он тоже есть, но я думаю, каждый бухгалтер, грамотный бухгалтер это знает. Следующий слайд. Обязательно обратить внимание, особенно на маленьких территориях, а мы такие конкурсы проводим достаточно часто, приобретение оборудования, материалов у физических лиц запрещено. Просто вот обратить внимание, потому что многие в процессе все-таки пытаются это делать. Следующий слайд. Ну и такой завершающий этап о том, как нам работать с теми, кто не получил поддержку, с теми, кто не победил. Опять же, вспоминаем про коммуникацию, про все элементы, о которых говорила Елена Темичева. И здесь даже в самом названии уже мы видим, почему нам все-таки необходимо общаться с теми, кто не получил поддержку, особенно на небольших территориях. Я не говорю там про федеральные конкурсы крупные, про фонд президентских грантов, потому что эти проигравшие, в кавычках, это наши потенциальные гранты-заявители. То есть они могут к нам прийти, и чаще всего они приходят к нам на следующий конкурс. Это носители информации о нашем конкурсе, о нашей организации. И какая это будет информация, негативная или позитивная, это тоже зависит от того, как мы выстроим коммуникацию с ними. После того, как они не победили в нашем конкурсе. Понятно, что какое-то разочарование, какая-то обида. И вот снять вот этот существующий негатив, это как раз можно, не просто ответив по телефону, что мы не даем комментариев для тех, кто не получил поддержку, к сожалению. Всё-таки встретиться и в рамках вот семинара какого-то или встречи дать возможность им выпустить пар, высказаться, это уже частично снимается, вот этот негатив. Конечно, организация такого семинара зависит от масштабов конкурса, от ресурсов организации, ну и от многих других факторов. Но, тем не менее, мне кажется, что это важно. И здесь, следующий слайд можно, здесь речь идёт не только о снятии негатива, но здесь мы можем провести работу над ошибками. То есть в данном случае можно дать конкретную там, взять какой-то конкретный проект и провести работу над ошибками. Можно объяснить, почему проект не был поддержан. Например, не потому, что ваш проект плохой, а потому, что он не в приоритетах конкурса, потому что там сказать какое-то мнение экспертов, которое можно сказать, чтобы не обидеть проигравшего, с которым очевидно, что он должен будет согласиться. В рамках таких семинаров для проигравших тоже очень удобный и хороший момент провести образовательную программу. То есть объяснить им логику вообще разработки проекта и в рамках вот этой логики показать, где конкретно у них провалы. То есть поработать с ними. Но это в том случае, конечно, если у вас их там не 70 человек, не 50, если есть, опять же, такая возможность. То есть тут идет индивидуальный подход. Да, это, конечно, лишние затраты времени, лишние затраты энергоресурсов, организации проведения таких семинаров для проигравших. Но, опять же, я говорю, это зависит от каждой конкретной ситуации. Кто посчитает нужным, тот такие семинары будет проводить. Мы, например, такие семинары проводим для молодежного банка. Там, где молодежь не получила поддержку в рамках наших конкурсов, мы обязательно проводим семинары для победителей и обязательно для проигравших. И обязательно в рамках этих семинаров мы даем вот эту образовательную часть по социокультурному проектированию. Ну, конечно, хотя бы в высеченном виде, но тем не менее. И таким образом мы не теряем нашу аудиторию, а кроме того, расширяем ее и расширяем даже саму команду молодежного банка. Потому что у нас было несколько случаев, когда инициативная молодежная группа несколько раз участвовала в конкурсе и никак не побеждала. И после чего руководитель проекта, а молодежный банк, это добровольческая, волонтерская молодежная программа, руководитель проекта решил войти в состав команды молодежного банка, чтобы изнутри понять, ну, почему же они не получают никак гранты, причем был очень активным членом команды, ну, пока не переехал в другой город, в высшее учебное заведение, и очень хорошо работал в команде в качестве эксперта. То есть, вот бывают и такие случаи. И вот один из экспертов 23 числа сказал, что вообще такая задача эксперта, ну, не знаю, миссия выполнимая, невыполнимая, я прямо записала эту фразу, мне она очень понравилась, и я с ней абсолютно согласна, это переломить подход, что мы купим и все наладится, да, то есть, что вот дайте нам только денег и все, мы решим все проблемы. И вот, на мой взгляд, вот эти семинары, это как раз еще одна такая возможность поработать с нашими потенциальными грантополучателями вот на эту тему. Ну, вот, наверное, следующий слайд у нас, наверное, завершающий, да, завершающий, спасибо за внимание, это вот был еще один из инструментов в грантовом цикле, который, кажется, вроде бы, ну, что такого, вывесил список победителей, и все, на этом работа закончена, но на самом деле вот это не так. Нет, вопрос очень важный, очень непростой, и опять же, мне кажется, что мы, конечно, только такую очень внешнюю картину сейчас нарисовали с твоей помощью о том, как это выглядит, вопросов и нюансов в этом проблеме много, ну, например, нас спрашивают, а вообще вот один человек, особенно часто это бывает действительно в органах власти, один человек всем занимается, не может достаточное количество времени уделить и консультациям, и вот эти рабочие уже с текущими благополучателями, и вот понимает, что нужен такой семинар, а что делать-то? Ну, вот, говорит, что хотя бы раз в два года в любом случае проводит общую встречу, мне кажется, это уже хорошо, что еще можно порекомендовать, Света? Ну, один человек не может, я сразу скажу, один человек не может организовать все, должна быть команда, другой вопрос, что эта команда не работает в этой же организации, да, то есть должны быть какие-то партнеры, которые помогают организовывать, проводить конкурс, те же самые эксперты, иначе, ну, это будет, я не знаю, как для галочки, но два-три человека. По-всякому бывает, ты понимаешь, все равно, значит, вот как бы нашли крайного, особенно в маленькой администрации, где мало людей работает, да, и что теперь дальше? Ну, а вопрос в чем? Что делать? Делать? нет ресурса, да, мне кажется, можно, например, пригласить, поучаствовать кого-то из бывших благополучателей, кто может своим опытом поделиться, и что видно, что вот хорошо работает, у него такая часть, пусть он про это своим коллегам расскажет, мы и комнату дадим в администрации под это, что еще? Нет, это на самом деле отличное, вот, спасибо, Наташа, отличный пример, и мы так делали, мы наших выпускников, так скажем, да, приглашали уже в качестве экспертов, которые делились опытом и проводили такие семинары, и участвовали в таких семинарах в качестве экспертов, которые уже прошли этот путь и изнутри рассказывали об этом. Да, это мы делали, такое и делаем, и это очень хороший ресурс, и, наверное, даже вот к тем, кто прошел этот путь вот недавно и рассказывает о своих ошибках и как их избежать, очень, даже больше доверия, чем к эксперту и рассказывает, как это должно быть. еще один сложный момент и вопрос, который нам коллеги задают, что это сейчас очень часто, к сожалению, происходит в муниципальных конкурсах, да и не только в муниципальных конкурсах, что эксперты порекомендовали сократить бюджет, например, и приходит такой получатель к вам на семинар, вы говорите, значит, мы подписываем, вот вы должны вот на это сократиться, а он говорит, не хочу, что делать-то? Это уже вот теперь работа этого блока. Какие у вас здесь можно дать советы? Ну, на самом деле, да, спасибо, это тоже бывает достаточно часто, здесь договариваться, то есть убедить, почему, ну, во-первых, не убедить, а объяснить, почему эксперты рекомендовали сократить бюджет, и у нас такое бывает, и, как правило, соглашаются. У нас не было такого, чтобы сказали, нет, мы не согласны, мы всегда пытаемся договориться, пытаемся объяснить, пытаемся вместе найти какой-то выход и перераспределить, может быть, какие-то статьи расходов. Кроме того, у нас, ну, вот в небольших городах, допустим, на сельских территориях бывает такая ситуация, что мы вместе пытаемся найти какие-то дополнительные ресурсы, да, привлечь, либо там мы можем порекомендовать какого-то партнера, который может подключиться к этому проекту. договариваться и пытаться помочь в этом случае. Ну, а если прям совсем отказывается, что делать, Свет? Если отказывается, ну, мы тогда не заключаем договор, но если... Следующий по списку, кто был в рэнкинге с введенным оценок, да, так это работает? Следующий, или мы чаще всего обзваниваем всех экспертов и советуемся, либо это следующее, либо у нас был кто-то, вот кого мы по баллам он не следующий, да, но которого все эксперты оценили. То есть, ну, это тоже разная ситуация. В любом случае, мы не единолично принимаем решения, а мы советуемся с экспертами. Ну, и я думаю, что важно самим грантодателям помнить, что если вы сокращаете бюджет, то, в общем, надо посмотреть, где сократится работа. Потому что очень часто, к сожалению, бывает, что мы вам здесь сократили, а вы сделаете все то же самое, потому что мы так считаем. И здесь это, конечно, большой переговорный процесс и уступки с обеих сторон должны быть, и это, мне кажется, важно. Вот еще про этот семинар, который всех волнует, и меня тоже, потому что, мне кажется, это очень правильная вещь, и сейчас, в принципе, нет особенной сложности с современными технологиями семинар онлайн сделать, но вот нужно ли его все-таки делать обязательно, Свет? Какой? Для проигравших? Нет, для победителей. Для проигравших я работу над ошибками я три раза поддержу, шесть раз провести, все равно мало, и все равно то же самое повторить на старте, и это понятно. Лично мое мнение, что обязательно нужно, но второй вопрос, ты вот сама сказала, что с современными технологиями может быть не обязательно делать это оффлайн, то есть вот так вот онлайн, но обязательно нужно, потому что этим семинаром мы снимаем с себя, как грантодающая организация, огромное количество вопросов, которые в любом случае будут нам задаваться, но уже не разом, да, а вот звониться, писаться, и мы снимаем количество, возможность, количество ошибок, увеличение количества ошибок в дальнейшем, и даже не только при написании отчета, но и при реализации проекта. Мое личное мнение, что если это не несколько тысяч победителей, то мы можем находиться не менее с п Idee. Продолжение следует...